Здравствуйте, это программа темы дня, с вами Вера Таран. Ну что ж, сегодня у нас очень серьезная тема, мы периодически возвращаемся к вопросу об ответственном обращении с животными. И сегодня у нас именно такой вопрос. Сегодня мы обсудим, как закон, принятый закон об ответственном обращении с животными, реализуется именно на территории Тверского региона и какие проблемы при этом возникают. Я напоминаю, что мы вещаем на телеканале Тверской проспект региона, а также на Тверской радио, частоте 95,5 FM, радио Монте-Карло. Ну, я рада вам представить наших сегодняшних гостей. У нас сегодня интересный состав, даже есть гость из Москвы, это Анна Фельдман, человек, который входит, пожалуй, наверное, в десятку ведущих зоозащитников России. Также она является членом Совета Ассоциации благополучия животных и экспертом при Комитете по экологии Государственной Думы. Добрый день. Добрый день. В гостях у нас Дмитрий Нечаев, депутат Тверской городской думы, также зоозащитник. Здравствуйте. Здравствуйте. И Ольга Рябова, тоже наш частый гость, президент благотворительного фонда Love Animals. Да, добрый день. Ну что же, у нас, скажем так, повод ведь не просто собраться, а в Твери буквально на днях прошел круглый стол, на котором как раз обсуждалась эта тема. И вообще даже интересно, что инициатива исходила со стороны представителей власти, был приглашен серьезный состав, все-таки с чем это связано, почему вот вдруг такое внимание к этой проблеме, потому что чаще всего зоозащитники сами бьются, сами как же варятся в своем соку и как-то пытаются решить, кто готов начать. Давайте я только уточню просто сразу, какой власти. Дело в том, что инициатором проведения круглого стола выступила Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области. Артем Игоревич Строганов, ее проводил, руководитель этого ведомства. И он сам это объяснил целесообразность, необходимость проведения этого круглого стола тем, что действительно у нас уже вступили в силу многие нормы нового закона федерального об ответственном обращении с животными. И с 2020 грядущего года вступают еще дополнительные его нормы этого закона, все больше и больше их вступает. И наше региональное законодательство, об этом мне говорили уже и коллеги депутаты из законодательного собрания Тверской области, наше региональное законодательство вступает по ряду нормативов в противоречие с этим законом. А если брать сейчас те постановления правительства 49 ФЗ, местный закон, по которому сейчас идет регулирование численности безназорных животных, и вообще обращение с безназорными животными сейчас регулируется, то все эти нормативы, постановления, они просто вообще ничего общего не имеют с новым законом, и многие нормы их просто грубейшим образом нарушают, федеральный закон. Поэтому для того, чтобы дальше грамотно выстраивать работу в соответствии с законом, и уже идти не в прошлое, а в будущее, то для этого нужно, конечно, очень многие региональные нормы приводить в порядок. Второй момент в соответствии. И второй момент тот, что нам всем здесь участникам этого круглого стола, месяца, наверное, полтора назад, от Государственной инспекции по ветеринарии, ветеринарии Тверской области было разослано предложение внести свои какие-то поправки, корректировки, предложения, в том числе и к отдельным нормам федерального закона. И мы это сделали. Правда, на круглом столе я не слышал, чтобы это прозвучало обсуждение. Но там тоже, кстати говоря, и в новом законе тоже есть, что подкорректировать, дополнить, подправить и усовершенствовать. Ну вот у нас закон был принят, если что, вы меня поправьте, в конце 2018 года, да? Да, в декабре. Сейчас у нас 19-й практически на исходе, и сейчас вот в каком-то спешном порядке начинаются какие-то действия вообще для того, чтобы что-то здесь решить. На самом деле, насколько известно, у нас огромный просто пласт проблем и законодательство, и в связи с этим и весь Тверской регион совершенно не готов к реализации этого закона. Причем мы непосредственно поговорим о нашем регионе, как вообще на территории России обстоит дело. Везде ли так плохо или есть положительные примеры? Ну, конечно же, регионы в большинстве своем действительно не готовы к тому, чтобы начать уже реализовывать этот закон, но не все. Если говорить, например, о Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, то у нас есть положительный пример, когда работает программа ОСВВ, основная, которая заложена у нас в законе. Давай сразу расшифруем. ОСВВ, да, расшифровываю. Это программа отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Эта программа признана и Всемирной организацией здравоохранения, и применяется на территории всех стран Европы, и помогала решать проблемы безнадзорных животных в других странах. И, конечно же, есть пример положительного ее использования у нас. В Нижнем Новгороде снизилось число и покосов, и снизилось число и безнадзорных собак. И то же самое в Санкт-Петербурге. Хотя в Санкт-Петербурге, например, нет муниципальных приютов, там именно частные приюты, но, тем не менее, результаты по этой программе уже есть. И к тому же она еще и дешевле, чем те методы ужасные, которые применялись раньше. Она и гуманнее, и дешевле. И выгодна она, в общем-то, со всех сторон. И обществу, и власти. Но очень многие простые жители, да, городские, негородские, не понимают вот этой программы. Они говорят, вы хотите, чтобы у нас по улицам бегали собаки, вы хотите вот из приютов их, наоборот, выпустить, и вот чтобы они у нас тут бегали, и их становилось больше. И нас кусали. Да, и нас кусали. И нет, мы как раз этого совершенно не хотим. Мы хотим, чтобы собак на улице, естественно, стало меньше. Но меньше их может стать. Безнадзорных. Безнадзорных, да. Только после стерилизации. Потому что убийство само по себе как метод, если оставить вопрос о том, гуманно это, не гуманно, возьмем и, так сказать, проанализируем убийство. Это эффективно или неэффективно? Так вот, это абсолютно неэффективно. Потому что цикл размножения у собаки, у кошки, он достаточно короткий. И инстинкт размножения и жизнь, она сильнее смерти. И, соответственно, популяция очень быстро восстанавливается. Очень быстро. То есть я сюда привожу пример. Приехал стрелок, стая 10 голов, он 9 отстрелил, 10 убежала. Встретила она там кобелячевское время, родила 10 щенков. Все, все усилия по убийству оказались напрасными. Более того, эта стая получает расширенную кормовую базу, благоприятные условия, потому что нет конкурентов. Потому что конкурентов убрали. Все, она начинает. То есть с научной точки зрения, и жителям нужно понять это, только стерилизация может решить вопрос. Даже если вот, допустим, ах, собачки, они засчитывают, они представляют опасность. Первая реакция это убить, убрать. Этим вы проблему не решите. Это просто сиюминутная реакция на ваш страх. Больше ничего. И это борьба со следствиями, а не с причинами. Да, и это борьба со следствиями, а не с причинами. Потому что причина бездомности, прежде всего, это, конечно же, владельческие животные неучтенные. Даже мы можем стерилизовать всех уличных собак, выделить на это огромные средства. Но каждый день популяция пополняется выброшенными собаками, владельческими потеряшками, их потомством. Кустарниками. Кустарниками, да, разведенцами. И все это, да, бесконечное производство животных, оно приводит вот к этой вот переполненности. То есть у нас кризис перепроизводства, если брать в товарном выражении, кризис перепроизводства животных. Животных настолько много и настолько они не востребованы, что вот они оказываются на улицах и там скапливаются. То есть излишки попадают вот на эти улицы. То есть как только мы приведем в порядок, создадим учет, чипирование, единую базу по всей стране, тогда эта проблема, она вот постепенно уйдет. Вот в западных странах было исследование, что при стерилизации 70% владельческих животных проблема безнадзорных животных сходит на нет сама собой. Но нельзя еще забывать. Сама собой. Поэтому если вы хотите помочь бездомным животным, если хотите, чтобы их не было на улицах, возьмите свою собаку или кошку и простерилизуйте ее. Это будет огромная, поверьте мне, помощь, если вы прекратите плодить никому не нужных животных. И тогда, возможно, ваши соседи возьмут не у вас там котяток и щеняток, а они возьмут в приюте. И меньше станет животных у нас не востребовано. У нас недавно одна коллега вернулась из Цюриха. Мы знаем, что одна из самых букалучных стран, город. И она говорит, я обратил внимание, каких страшненьких собак водят на поводках, но они все ухоженные, расчесанные, с бантиками, именно откровенно, непородистые и страшненькие такие собаки. Она говорит, слушайте, вы такие богатые здесь люди, все живете, у вас такие машины у всех новые, дорогие. А что собаки такие страшные? Они так не поняли вообще вопросы местные и говорят, понимаете, в чем дело? Мы их взяли в приюте, и мы еще чуть ли не в очередь стояли за этими собаками, и нам очень много пришлось пройти какие-то обучения, права, по-русски говоря, на собаку получить. И мы очень гордимся, что у нас такая собака. И это уже давно там камильфо, давно это все прижилось, поэтому, конечно, у них там проблемы нет, так же, как и с брошенными детьми, там в очередь стоят за тем, чтобы ребенка взять, еще попробуй возьми. А у нас и та, и другая проблема, они где-то перекликаются, потому что это, в общем-то, звенья. Да, да, да. Вторая проблема – это популяризация, конечно. Популяризация беспородных собак. И мы знаем, что многие наши, кстати говоря, даже известные, я знаю, что у одного шейха Бахрейна беспородная собака, у нашего земляка, недавно ушедшего в мир, но и Зельдина был беспородный пес, он его очень любил. И у многих других, мы знаем людей, сейчас вообще это модно, у нас даже несколько депутатов городской думы взяли себе из приюта собак. Слава богу, что это модно. У нас мэр Собянин взял себе собаку из приюта. Вот правильно, это очень достойный пример, потому что, ну, мы, кстати говоря, знаем, что ветеринарные врачи говорят, что с ними проблем меньше в плане здоровья, у них меньше наследственных заболеваний, почти нет, иммунитет гораздо крепче и так далее. А по верности, жизнерадостности и так далее, она ничем никогда не будет уступать по родственному псу, а может быть даже превосходить. Вообще-то разницы нет. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, буквально 3 минуты, и мы вернемся в студию, не переключайтесь. Ольга, ну вот вам не могу не задать такой вопрос, как человеку, который занимается приютом, занимается теми, скажем так, вот, я даже не знаю, как назвать, гостями или вашими клиентами, которые к вам, я речь о собаках веду, которые к вам поступают. Вообще, в ком все-таки причина? Почему вот отказываются от животных? Причина, в первую очередь, в том, что нет культуры отношения к животным в целом. От этого все идет. Идет, наверное, от семьи, скорее всего, в первую очередь, идет от воспитания. То есть, детки должны, скажем, уже на ранних этапах, точнее, родители должны уже говорить своим детям, как любить, как ухаживать, должна прививать ответственность к животным. А в целом поступают в приют животные от нерадивых владельцев, как говорили, от тех, которые выбрасываются. Или же, например, у нас берут из собаку из приюта собачку, а потом приносят ее обратно и говорят, вот мы, знаете, она у нас, извините, писается и какается. Конечно, у собаки, которая находится в приюте, психика не устаканившаяся. То есть, это нужно определенное время для того, чтобы собакам желать терпения. Конечно, то есть, и в любом случае ответственность, когда берется собака из приюта, и вообще, в принципе, любое животное, это надо понимать, что это ответственность на всю жизнь, это друг на всю жизнь. Поэтому вот проблем очень много. Я согласна с тем, что надо начинать с детства вот это все прививать, а потом это все делается гораздо уже сложнее. Но на самом деле замечаю, что у людей как-то в голове пока еще это как проблема, и вопрос, которым надо заниматься, очень у многих почему-то не укладывается. Когда начинаешь об этом говорить, многие говорят, ну вот вы людей вначале проблемы решите, а потом будете заниматься животными. Что вот по этому поводу скажете? Потому что животное воспринималось всегда как предмет, то есть, это как имущество, да, и все. То есть, хочу выкину, хочу заберу, хочу подарю, хочу оставлю там на балконе в холодных условиях. То есть, что хочу, то и врачу, грубо говоря. Поэтому такое отношение. Анна, вот вы-то замечаете, вообще тенденция меняется как? Может, в столице немножечко по-другому обстоят дела с восприятием этого вопроса? Ну, я считаю, что есть положительные изменения, и звезды берут многие, собака из приюта, и как-то популяризируют эту тему, и реклама социальная есть. Но все-таки есть сдвиги, мне кажется, в Москве, но все равно ситуация очень отличается от развитых стран. Там, где эта мода повальная, и даже вот вопросы вызывают, почему вот западные страны берут наших дворняжек, что это там такое, что у них своих собак, что ли, нет? В том-то и дело, что они берут сознательно, они хотят спасти животное. И именно такая должна быть мотивация, когда вы заводите себе собаку или кошку, чтобы помочь, помочь какому-то животному обрести дом. Именно вот это, главное, должна быть ваша идея. А не завести, например, игрушку удобную, или какой-то предмет мебели красивый. Интерьерный. Да, который будет подходить под диван. И еще часто, например, кошкам делают эту страшную операцию, мягкие лапки, знаете, многие борются с этим. Жестокость. Отрезают фаланги пальцев для того, чтобы не портили диван. Ну, то есть пока вот это вот не изменится, конечно же, все приюты будут забиты. Потому что на самом деле у нас количество населения, если взять, и количество собак в приютах. Если все вот завтра, например, возьмут, проснутся и пойдут в приют и возьмут себе собаку, у нас и приют опустеет. Это реально. Мы почитали, если бы в Твери каждый 500-й житель Твери, каждый 500-й взял одну собаку с улицы, у нас бы проблема бездомных животных была бы решена. Вот, проблема без животных была бы решена. Так что проблема, вот, например, жители жалуются, говорят, вот мы жалуемся, вот нам мешают бездомные животные. Вы как бы обратите внимание на себя, прежде всего. Вы взяли животное из приюта вместо породистой собачки. Вы помогли какому-то фонду простерилизовать, изъять, да, из среды обитания, найти дом. Они вы ли выбросили? Да, они вы ли выбросили в прошлом году, там, котенка и так далее, оставили на даче. Начните с себя, и вот вы увидите, вот проблема бездомных животных, вот она именно заключается именно здесь. Хочу дополнить, да, когда берут животное у нас из приюта, то, как правило, знаете, требуют, а вот давайте вакцины, паспорт, стерилизацию. Я, знаете, я задумываюсь лишний раз, а вообще стоит отдавать таким владельцам животных, если они не могут, не готовы сами вложить в это животное денег, как они его дальше будут содержать? Вопрос. Тогда, вот знаете, конечно, тут палка о двух концах. То есть, с одной стороны, хочется отдать в добрые руки и побыстрее раздать, но, с другой стороны, все равно нужно понимать, кому ты отдаешь, потому что мы заключаем договор, мы, естественно, вакцинируем, стерилизуем, вешаем адресник с моими телефонами и так далее. Кстати, это тоже очень хорошо помогает, если у владельцев животное убегает. Ну, в общем. Вот тут ведущая задала вопрос относительно того, какова культура у нас в обществе, поднялся вопрос отношения к животным, ответственность к животным. Вот, знаете, такой показательный момент, насколько у нас общество созрело или не созрело в целом, потому что есть люди очень ответственные, которые очень любят животных, а есть люди, которые, конечно, относятся варварски безобразно. Вот смотрите, интересный момент. Вот сказали, Анна, что в Питере есть приюты, они все на частные пожертвования содержатся. Я хочу сказать, что все вообще приюты во всем мире, они содержатся на частные пожертвования. Нет в Англии муниципальных приютов, нет в Германии. То есть там общество готово платить за этих. Но там уже масштаб проблемы, конечно, купирован. Там уже не в таких масштабах туда попадают животные. Ну, когда там бывают трагические события с хозяином происходят. Ну, какие-то такие там погибают люди или там временно отдают передержки и так далее. Сейчас уже они из других стран везут. Да, уже везут. Из России в том числе у нас есть один интерес, который возит в Сибири собак. Вот. Поэтому у нас, к сожалению, еще пока на такой стадии мы находимся, что не то, что там с чужих собак водить, мы своих еще пока общество не готово содержать. Поэтому то, что делает Ольга Юрьевна, это, конечно, подвиг гражданский. То, что она вот этих собак, которых с улиц городов берет, за свои деньги содержит, фактически подменяя собой работу власти, то, что должны делать за счет бюджета регионального и бюджета городского, это делает многие годы, неустанно, очень качественно делает. Это делает Ольга Юрьевна. Ну, не я одна это делает. У нас есть небольшая, но команда, да, ребята, волонтеров. Ну, самый крупный на территории города Твери, я просто сейчас пока за Тверь говорю, потому что у нас есть, конечно, очень уважаемый человек, все мы ее знаем, Наталья Федорова, которая в Беженске новую жизнь под Беженском держит приют. Огромное ей, конечно, спасибо и поклон. Это герой просто человек и то, что она делает. Но я сейчас, поскольку депутат городской, пытаюсь на уровне города решать эту проблему в меру своих возможностей. Поэтому я говорю про город Твери. В Твери, конечно, самый крупный основной приют, это в больших примерках тот, который курирует фонд Love Animals и Ольга Юрьевна. Поэтому я заканчиваю мысль. Просто я хочу сказать, что все, конечно, лежит в поле ответственности граждан. То есть одни бросают и потом говорят, вот теперь что хотите с ними, тем и делать. В ультимативном порядке приходят, говорят, решайте проблему. Более того, ряд граждан не готов солидарную ответственность нести. Мы говорим, что мы в ответе за тех, кого приручили. Они говорят, ну вот вы приручили, вы и забирайте. Но понимаете, в чем дело? Есть такое понятие, как жителям социума. Если вы живете в социуме, если вы имеете права и обязанности, если вы имеете равный доступ к благам, которые порождает этот социум, то вы тогда должны нести солидарную ответственность за те проблемы, которые в социуме возникают. А то, когда проблемы, это не мое, а как получать там пенсии, добавки или еще там что-то, это давайте сюда побольше. Хорошо, ну вот мы как раз уже затронули тему приюта. Я так понимаю, что это один как раз из показателей неготовности нашего региона, что у нас нет муниципального приюта. Муниципальный приют это основной ключевой элемент, потому что мы уже поняли, уже мы длительный путь проходили за 10 лет. Частного приюта, бесконечному их появляться, они не могут, не потянет никто столько их создавать. Поэтому один путь. Граждане не готовы платить из своих там налогов, ну у нас и доходы, конечно, низкие, понятно, не сравнить, наверное, с тем, кто в Германии или в Англии живет. Ряд причин. То есть граждане не готовы частный приют еще один там или два или три организовать. Поэтому один путь создавать муниципальный приют. Пока он не появится, этот объект, вся работа с безнадзорными животными, согласно по новому закону, она просто обречена на неудачу. Ну потому что, конечно, если отлавливать, то куда? Вот, допустим, Ольга уже просто, я так понимаю, что уже переполнены, и все равно там должно быть еще много, что сделано. Причина не в переполненности, а причина в финансировании. То есть я тоже, к сожалению или к счастью, не миллионеры, я не могу обслужить всех животных безнадзорных городов. Ну все-таки на какой стадии находится вообще решение этого вопроса? Потому что я знаю, что руку на пульсе держите постоянно, постоянно бьетесь за это. Как сейчас это дело? Ну я, наверное, могу пояснить, поскольку я в нашей городской думе возглавляю по поручению председателя городской думы рабочую группу. Мы сформировали по решению этого вопроса. Она была еще в 2017 году сформирована, в конце 2017 года. И вот что нам удалось сделать в итоге 2017 года, то есть 2018 год фактически был самым плодотворным в этом плане. Все-таки удалось наконец-то выделить из городского бюджета вот эти 6 миллионов. Это с фонда экономии средств взяли, ни с какой статьи мы это не сдергивали. Это чисто из экономии средств. Сумма микроскопическая, конечно. Полноценный приют стоит в 10 раз дороже. 68 миллионов мы считали примерно стоит такой более-менее приют. Значит, это сумма микроскопическая. Но это не значит, что ничего не надо делать. Это значит, что надо делать хотя бы первые шаги, может быть, создавать первую очередь этого приюта. Сумма была выделена. Бюджет распределителем выступила к администрации города Твери и более точно это МБУ «Зеленстрой», это подразделения Департамента дорожного хозяйства, которые должны были на эти деньги построить первую очередь приюты. К сожалению, дальше начались проблемы. Я думал, что после выделения средств все дальше пойдет как по маслу, но есть деньги, вот, пожалуйста, стройте, что-то остается. Когда есть деньги, пришел в магазин, купил, что тебе надо, да, оказалось, что все сложности впереди. К сожалению, эти деньги были сначала направлены не совсем на те нужды. Там никакой коррупции нет, не об этом речь. Просто были направлены на улучшение базы МБУ «Зеленстрой». Просто было решено отлов и содержание разделить. То есть отловом должно заниматься МБУ, а содержание предполагалось, что будет заниматься некая НКО, некоммерческая организация, которая будет на выделенной в больших перемерках площадке базироваться. Но все пошло не так, как мы планировали. Эти деньги были направлены на нужды «Зеленстроя», на покупку машин для отлова, создание бригад и так далее. К сожалению, мы не смогли с этим согласиться, депутатский корпус. Мы эти деньги развернули обратно туда, куда они изначально направлялись. То есть на создание сначала службы, вернее, приюта, строительства его. Потому что надо сначала построить приют, а потом уже начинать отлавливать. Мне кажется, это совершенно очевидная вещь, совершенно понятная. А не наоборот. Сначала ловить и водить, где они? В машине будут их содержать? Поэтому деньги были направлены туда, куда нужно. Это заняло определенное количество времени. Понимаешь, что чиновничные механизмы работают медленно. В итоге, опуская подробности, к осени 2019 года, наконец-то, вроде бы, уже первые суммы, как нам доложил один из представителей, неофициально доложил департамента. Были направлены на проект. А что нам официально доложил один из начальников тоже такого родственного профильного департамента, он нам сказал о том, что по его ощущениям, по его каким-то предчувствиям, к декабрю текущего года первая очередь приюта муниципального будет построена. Это будет в первую очередь способные принимать уже животных. Ну, а ТЛОВ, видимо, организует как-то силами МБУ «Зеленстрой». Видимо, все-таки сформирует какую-то бригаду. Дальше возникало много вопросов, кто будет непосредственно заниматься содержанием этих животных в приюте, то есть непосредственно работать с этими животными, вакцинировать их, кто будет их кормить, выгуливать и так далее. Я так понимаю, что этим людям должна заработать какая-то заработная плата, начисляться? Разумеется, потому что это труд очень тяжелый. Я неоднократно ездил в этот приют, бываю, Ольга Юрьевна, я вижу, что работают, конечно, энтузиасты, люди, которые болеют. А тут по-другому не получится, потому что, понимаете, это такая работа, это же не кирпичи складировать, это животные, это живые существа. Их нужно без выходных, без проходных. У нас периодически пытается выехать на энтузиазм. Вот, нет, так не получится. Нет, ну эти люди же не должны с голову умереть. Поэтому какая-то, конечно, за минимальные какие-то деньги работают. Поэтому предполагается, что какая-то их часть, видимо, будет, я надеюсь, станет муниципальными служащими, они станут работниками МБУ Зеленстрой, я надеюсь, потому что у них есть опыт работы, желание заниматься. Ну и потом, никто как бы не против, если кто-то готов день и ночь без выходных за там 18 тысяч работать с собаками, пожалуйста, это могут быть и другие люди прийти по конкурсу, на это тоже все равно будут приниматься. Но вообще, конечно, хотелось, чтобы это были люди неравнодушные и с опытом работы. Гуманные. Да. Поэтому вот предполагать, что будет сформирована там небольшая бригада, которая будет посменно работать. Вообще вот то, что я вчера слышал на круглом столе, у вас получается в Москве примерно один человек на 100 собак в приюте. Вот называли приют, по-моему, крупный на 2800 собак. Ну да, примерно. Там по норме, по-моему, один человек на 50 кошек, один человек, тоже, по-моему, 50-60 должно быть собак. Но по факту, конечно же, приюты переполнены в 2-3 раза. Ну, будем стараться, конечно, делать по нормативу хорошо один человек на 50 собак. То есть, что позволит нам бюджет. Потому что, вот совершенно верно, мы сейчас до эфира обсуждали, Анна говорит, что... Да и вообще, когда я даже с другими федеральными коллегами обсуждал, когда я им сказал, что у нас 6 миллионов выделяется на приют, ну, москвичи сказали, да, он, наверное, говорился, наверное, не 6, а 60, говорит, что-то он перепутал цифры, наверное. Но, к сожалению, все гораздо печальнее. Все, что мы смогли выделить, пока это 6 миллионов, это с огромным скрипом. Это то, что в муниципальных приютах в одном из, например, закупается корм примерно на такую сумму. Ну, да. А никто же не задумывается о том, сколько тратится в месяц. Прозвучала сумма, что в Москве 900 миллионов, да, на этот год. А вот уже созданных приютов выделяется. А у нас, понимаете, гораздо сложнее ситуация. Вообще, честно говоря, просто даже когда вот начинаешь со стороны смотреть на эту проблему, становится страшно. Но опускать руки нельзя, ныряешь в это, начинаешь этим заниматься и понимаешь, что обратной дороги нет. Ну, сейчас у нас какая надежда на то, что федеральный закон все-таки подхолестнет и заставит начать что-то делать реально. Потому что я напомню, на той площадке в Больших Перемерках вообще за лето, честно говоря, вот в самом начале еще весной сделан был дренажный канал прорыто и вырублены кусты. Все, больше ничего было не сделано. Строительный сезон подходит к завершению плавно. У нас уже скоро заморозки обещают в конце сентября. Я не знаю, будет ли им удобнее строить, когда температуры будут минус 10, минус 15. Я в этом сомневаюсь. Более того, мы договаривались с Департаментом дорожного хозяйства, что в разгар ремонтных работ, а у нас беспрецедентные суммы выделены на ремонт дорог, более 800 миллионов в этом году никогда столько не выделялось. Они говорили, что вот эта вот крошка, которая будет с дорога счищаться, будет возиться на место будущего приюта в Перемерке. У нас там топи и болото, и будет там сантиметров на 60, надо поднимать участок. Они говорят, мы будем эту крошку возить, подсыпать участок. Ни одной машины не привезено, тогда как ремонт дорог уже перевалил свой экватор, уже, в общем-то, тоже к завершению начинает двигаться. Ни одной машины не привезли. Вот это мне тоже непонятно. Мы задаем вопросы на депутатских слушаниях, приглашаем на комитет представителей городской администрации. Внятных ответов я не получил ни на то, почему не заводится крошка, куда она девается вообще. Ни ответ на то, что им мешает выполнять свои обязанности, деньги выделены, почему ничего не строится. Вообще никакие работы строительные не ведутся на объекте. Никаких внятных объяснений я не получил. Но зато мы все слышали и на комитете, вот вчера мы общались на круглом столе, был представитель департамента, который сказал, что тем не менее они нас заверяют, что до Нового года приют все-таки будет. Департамент дорожного хозяйства. Да, представитель департамента дорожного хозяйства, который у нас курирует эту тему. Но, видимо, мы совершенно не готовы к этому. Мы знаем, немножко сейчас только что вернулся из Крыма, там все отдыхали в каком-то диком уголке, там глухом заехали. Все собаки бегают с вот этой меткой на ухе. Да, это как раз ОСВ. Да, это ОСВ. Ведется работа. Но мы знаем, я общался с главой одного из районов города Твери, он выезжал туда изучать этот опыт в Крым. Он, по-моему, в Севастополе был. Но он говорит, да, там создан специальный МУП по этому муниципальному предприятию, в которое вкачано там больше 100 миллионов денег. Там работа закрутилась, завертелась. Деньги, видимо, потрачены с ощутимой степенью эффективности. Я уж не знаю, как на 100% или на 80%, насколько. Но мы видим, что даже в глухих уголках собаки все бегают с этими метками, значит, они уже кастрированы, значит, они уже не плодятся, они пролечены от зоопедзаболеваний всяких и так далее. То есть, эта ситуация меняется в лучшую сторону. Что ж нам это мешает вообще? А у нас никто не выделил 130 миллионов. Но даже мы видим, что даже хоть сколько-то выделено, и то еще проблемы их эффективно освоить. То есть, честно говоря, у меня такая позиция. А пока город, в общем-то, можно сказать, что жители брошены один на один с вот этой идеей. А проблема растет, растет уже, назревает. Да, к тому же жителям нужно постоянно проводить работу, потому что это довольно непросто для простого жителя понять эту программу ОСВ и ее пользу. Потому что первоначально она не видна, но бегают там, лают собаки с клипсами для него, да, либо бегают, лают собаки без клипсов. Он не понимает саму суть программы ОСВ, что она снижает численность постепенно. Это не будет резко, это не будет вот раз, и все собаки разом исчезают. Но за несколько лет численность удается снизить существенно. То есть, вы почувствуете разницу не сразу, но через несколько лет вы обязательно ее ощутите. Особенно, если это совместить с льготной стерилизацией владельческих животных. Это вторая программа, которую нужно продвигать, пробивать. Да, расскажите про нее хотя бы кратко. Да, потому что мы должны понимать, количество владельческих животных примерно на порядок превышает количество безнадзорных. То есть, простерилизуем всех безнадзорных, и у нас мгновенно выкинется прям целая популяция разом жителей. Тверь, город большой. Соответственно, владельческих животных тоже очень-очень много. И стерилизация не такая услуга, особенно в наше кризисное время, которое прям супер доступно, особенно малоимущим слоям населения. Поэтому город должен как-то идти навстречу и пропагандировать, и создавать программы льготной стерилизации владельческих животных. В Москве есть подобные успешные проекты. Это проект Spayday, Всемирный день кастрации и стерилизации. Во многих клиниках, с которыми заключен такой договор, проходят льготные дни, когда можно стерилизовать, кастрировать своего питомца. И плюс программа есть Мартовский код, тоже самое. Это пока частные варианты. Тоже по всей Москве проводятся дни, когда можно льготно или даже бесплатно стерилизовать своих питомцев. И есть открыт недавно совсем центр бесплатной стерилизации. Получил он грант и работают по гранту. Ну а малоимущие люди, пенсионеры могут принести свою кошечку-собачку и стерилизовать бесплатно. Конечно, там есть очередь, это понятно. Но вот такие есть уже проекты, которые работают. Если реализовать такие проекты в Твери комплексно и заниматься безнадзорными животными, и реализовывать программы льготной стерилизации, то эффект будет в два раза выше. То есть эффект от стерилизации владельческих животных очень заметный. Буквально через год после работы программы количество никому не нужных животных снизится, уже снизится. То есть даже без приюта, даже без программы, без надзорных. Именно потому, что владельческих животных на порядок больше. Именно они создают основную проблему. На самом деле в частной клинике в одной из городе нашим уже существует такая программа. Но она еще только начинает свои обороты. Но при этом уже люди приносят и идет стерилизация. У нас же есть мощнейшая база, сельхозакадемия Тверская государственная. И там еще года три назад мы обсуждали, или четыре даже уже года назад, обсуждали возможность такой. Там хотели даже мы и на их базе создать приют. И в общем-то все неплохо шло. И мы туда выезжали замначальника тогдашнего госвета инспекции. И она сказала, на удивление, здесь процентов на 99 все готово. То есть это далеко от жилых домов. Здесь есть и виварии, и серпентарии, и что там только нет. Это и студенты, которые... Единственный момент, что тут зоозащитники, ну они справедливые делали замечания. Они говорят, кто и как, с каким качеством будет. Потому что мы не хотим, чтобы они превратились в подопытных. Такой биоматериал, который будет там выбраковываться. Кто это будет контролировать. Кто это будет контролировать. Но, тем не менее, это все решаемо. Просто этим надо заниматься. Это реально. Если владелец, например, действительно льготно сделать реализацию для пожилых людей, там малоимущих каких-то. Я, конечно, понимаю, что здесь будет лукавить, будут давать богатые дети старичкам собачку. Мы отправим в командировку своих врачей ради такого. Вот, понимаете, мы весь вопрос, что надо заниматься. Я вот удивляюсь все равно, вот еще раз говорю, на некоторых представителей наших властей, исполнительных. Потому что, когда вот уже, казалось бы, в депутатском корпусе у нас сформирована группа, я по городу переговорю, люди готовы заниматься. Ну, вот я, в частности, готов энергично заниматься. Готов и там какие-то консалтинговые помощи. Вы даже, мы финансы эти депутаты выделили. Спасибо коллегам, которые помогли в этом вопросе, поддержали позицию. Почти все поддержали, я вам хочу сказать. Даже те, кто не очень любят животных, кто проголосовали за, за исключением двух или трех депутатов со странной позиции какой-то. Ну вот, то есть почти все поддержали коллеги. Вот, все, берите, делайте. Упираются, такое впечатление, я не знаю даже, с чем это связано. Топит город в проблеме. А мы понимаем, что только в семнадцатом году вышел один подрядчик. В первом же квартале он на этом деле разорился, можно сказать. Ну, по этому направлению он прогорел. И все, семнадцатый год мы потеряли, они потеряли, они плодятся. В восемнадцатый год мы потеряли, они плодятся. В девятнадцатый год мы ничего не ловим. Ну, то есть я вообще не понимаю, куда люди смотрят. Ну, здесь у вас есть определенная засада именно в нормативной документации. Нормальный подрядчик не может выйти с такими условиями, как заложенная запутка. Там заложено 30% эвтаназии, не учтена стерилизация. И нормальный подрядчик при всем желании только за свой счет может приделать. Ну, рассматривать надо единицу. Да, поэтому сначала надо нормативную документацию менять, закупочную документацию менять. Все по новой, тендеры все разыгрывать с учетом уже нового действующего закона, нового. И тогда уже нормальный подрядчик, я надеюсь, придет. Также у нас есть такая интересная ассоциация получения животных. Есть специальное обучение. Если зоозащитники активные хотят заниматься отловом животных, ну, они не знают как. Есть вебинары, которые учат, вот как стать подрядчиком по отлову животных. Горзеленстрой надо отправить. Да, лучше всего это делают зоозащитники, конечно же. Бесплатно делается или это... Горзеленстрой сделаем бесплатно, да. В связи с компанией Горзеленстрой. На самом деле, серьезный вопрос, потому что у нас ведущая в начале эфира заговорила о том, что требуют и федеральные законы, и каких-то уточнений, корректировок, поправок. Мы уже на круглом столе обсуждали. Действительно, есть вопросы, потому что в законе прописана вроде бы процедура отлова, но есть много но, например, вот то, что связано с дозировкой препаратов, которыми будут временно иммобилизировать, обезвиживать животных временно. Это очень много вопросов. И вот я разговаривал с вашими коллегами-москвичами, которые к ветеринарии имеют отношение, со степенями учеными. Я им задал этот вопрос. А как при отлове кто будет рассчитывать дозу препарата? Потому что она зависит и от веса животного, и от его кондиции, состояния, больной-небольной, возраст. И даже о времени года. Даже температура, да. Воздуха, это зависит дозировка препарата. Кто вот это будет знать, делать? Ну вот нам что, Артем Игоревич, начальник госветинспекции, сказал, что, скорее всего, это надо какого-то, видимо, закреплять за вот этой бригадой. Ветеринарного врача. Знаете, вот это все было бы здорово, если бы не было так иллюзорно. Мне вот, конечно, вот я, ну, просто я вот тот человек, который 15 лет, не может добиться вообще ни одного решительного действия, какого-то осязаемого от власти, чтобы хоть что-то сделали в этом направлении. А представьте, что будет выезжать бригада из трех человек, где будет ветеринарный врач, водитель, ловец, а в идеале два ловца на машине. Там для собаки места не останется. Такое представительное собрание будет выезжать. Я думаю, что проще провести обучение вот этих ловцов. Да. У нас, например, кстати, есть ловцы приютов, а есть частные ловцы. Так вот, частные ловец – это очень-очень востребованная услуга. Все их телефоны хранят по своим книжкам, телефонам. Да, и выезд стоит достаточно недешево, потому что отлов животных – это тоже определенная профессия. А сколько стоит отловить одну собаку в Москве? Ну, выезд отловщика стоит 3-4 тысячи. От двух, если уж совсем не годно. Да, 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 3-4 тысячи. То есть это не дешевая услуга. Это значительно дешевле, чем то, что нам прописали в муниципальном документах, вернее, от администрации, где там порядка 10 тысяч. Ну, конечно, это не стоит 10 тысяч, но это должен делать подготовленный, конечно же, человек, профессионал, специалист, который понимает, какую дозировку. Но опять же, обучение здесь поможет. Вы знаете, у меня такой вопрос, потому что тоже есть такой момент, что при доставке, предоставлении животных там в приют или куда-то часть эфтонизируется. Это вот что такое? Почему? Эфтоназии появляется. Почему это обязательно? Это вообще проблема номер один. Потому что это не просто номер один. Да, да. Это прописано в нормативных документах. Мы задаем такой вопрос. Мы такой вопрос задали, да, вчера Артем Игоревичу. Почему прописано заранее 30% на убийство? Он сказал, что вы не понимаете, все очень сложно устроено, что мы обязаны это так прописывать, иначе мы не сможем выделить какие-то нормативы, деньги, что-то какие-то. Это противоречит федеральному закону. Нет, на самом деле, просто эти нормативные документы нужно поменять, и он, собственно, выразил готовность их поменять. Хочется надеяться, что поменять. Хочется надеяться, что он в этом. Мы даже готовы предоставить ему этот документ, чтобы ему вообще ничего не надо было делать. Сделайте, пожалуйста. А просто взять готовый документ и все. А то процесс затянет. Перетасивала в СПЕРС. Надеюсь, что на рассмотр. Потому что мы готовили очень много проектов, документов, связанных с выходом подзаконных актов к новому закону. Ведь два основных подзаконных акта, вот эти методические указания по обращению животных без владельцев, методические указания по организации приютов, они до сих пор не утверждены. И то же самое мы сталкиваемся с тем, что с неким сопротивлением мы сталкиваемся. Министерств и ведомств. Хотя мы считаемся экспертами. Мы написали, собрались в ОСИ, мы собирались на конференцию по 8-9 часов. Мы занимались этим только выработкой предложений. Несколько дней. И несмотря ни на что на это, все наши предложения как-то молча где-то канули в кабинетах. Мы очень надеемся, что чиновники Минсельхоза, Минприроды все-таки вспомнят, что им нужно эти документы принять и обратят внимание на наши предложения. Даже Владимир Бурматов рекомендовал, говорил, что вот эксперты подготовили, пожалуйста, примите его внимание. Мы всем этим готовы делиться, это совершенно не секрет. И с удовольствием поделимся этими с регионами. Но Тверской регион не может принять пока свои документы, так как ждет выхода вот этих федеральных, которые тоже затягиваются. То есть здесь еще есть определенная федеральная проблема. Как только будет принято на федеральном уровне методические указания по обращению животных без владельцев, методические указания по организации приютов, все регионы могут принимать свою нормативную базу. С чего это уже надо начинать? Да, и будут базироваться на этих документах. Хотя мне, конечно, очень интересно, как тогда в правовом поле может существовать, в том числе и действие власти, если закон вышел, животные подлежат отлова, процедура описана отлова. И как же тогда отлова? Более того, я вам скажу, это ладно еще подзаконные акты. А вот то, что ответственность за неисполнение закона не прописана еще и нигде, дело в том, что после выхода федерального закона автоматически, ну, как в нормальном русле, да, это должно быть, вышел новый федеральный закон, в соответствии с ним изменили другие законы, которые не соответствуют. Это 245-я статья Уголовного кодекса, и это Кодекс административных правонарушений Российской Федерации. Вот эти документы должны быть внесены изменения в соответствии с новым федеральным законом. Эти изменения еще не внесены. То есть многие жалуются, вот вышел закон, защитники животных в основном, что животных продолжают убивать туда-сюда, продолжают надеяться. У нас руки связаны. И руки связаны, ничего мы делать не можем. Это так, то есть не закон плохой, а просто не готова. Контроль в исполнении мы еще. Да, не готова нормативная база. Я думаю, что осенью как раз будут внесены изменения в 245 статью, начнутся, по крайней мере, работы по этому направлению, и в Кодекс административных правонарушений. Мы свои предложения, опять же, будем готовить и там, и там. По 245 статье Елена Ивановна подготовила свои предложения, значит, осталось нам подготовить предложение по Кодекс административных правонарушений. Главное, чтобы это все не замоталось, потому что мы знаем, что 8 лет лежал под сукном сам этот закон, он бесконечно дорабатывался, откладывался руководителем государства. И вот сейчас какая-то такая появилась динамика, темп, его надо не уронить, чтобы это все не замылилось, не ушло в песок. Очень надеемся на Владимира Бурматова, который является таким, да, представителем комитета по экологии в Государственной Думе, который является двигателем таким. Он всех поддерживает, он всех пинает, да, все министерства и ведомства, что ребята, давайте побыстрее. Тем более, что, в общем-то, министерству и ведомству делать ничего не надо. Мы все за них делаем. Мы все им присылаем, все разрабатываем, все у них лежит. То есть им просто нужно обратить внимание, свой взор на то, что это надо сделать и принять документы, допустим. Обсудить между собой. Кое-что даже уже начало все-таки меняться. Если вы запонимали вопрос о том, меняется ли что-то сознание людей в отношениях, вы сказали, что, по вашему ощущению, в Москве есть сдвиги. Я хочу сказать, что и у нас, в Твери, все-таки есть небольшие сдвиги в положительную сторону. Все-таки люди начинают все больше понимать, что животное – это не имущество какое-то нелюбимое, причем бездушное. Уже все-таки начинают понимать, что это братья меньшие, все больше людей понимают, что это существа, способные испытывать эмоции, чувства, боль, страх, радость. Все-таки все больше человеческого отношения к животным. И наоборот, те, кто никогда не испытывал никаких хороших чувств к животным, то те, уже у нас есть прецеденты. Впервые уже уголовные наказания в этом году вынесены зоосадистам, которые издевались над животными. То есть уже есть прецеденты, реальные наказания. Ну, может быть, там можно спорить о том, насколько они адекватны, эти наказания. Кто-то считает, что много дали, кто-то мало дали, но уже несколько человек осуждены по уголовным статьям за издевательство над животными. Это хорошо. Что касается закона, потому что у кого не работают моральные установки нормального человека… Для этого существует, в принципе, закон. Ну, значит, нужно по закону как-то осуждать, потому что больше уповать не на что, если человек не понимает. Кстати, там ряд этих садистов не раскаялись в своих действиях. А большинство из них не раскаивается. То есть они просто там вообще не на что уповать. То есть это люди, видимо, выросшие на каких-то… Они, кстати, на самом деле играли Black Soul, вот этот вот садист, который топил котенка в теплой воде, он играл в игру компьютера Black Soul, черная душа. Ну, вот такая у него душа, видимо, и сформировалась. А что касается… Вот мы еще говорили о том, что у нас все-таки есть региональный закон, он в 2015 году принят законодательным собранием об обращении с домашними животными. Ну, вот, к сожалению, я тоже еще второй этап опасности. Первое – это то, что могут замотать сейчас закон, то есть он опять может там бесконечно долго совершенствоваться и так и не заработать. Второй момент – даже если принять эти законы достаточно адекватные, у нас с исполнением этих законов много вопросов. Например, в 2015 году было решено, что владельцы домашних животных, в первую очередь собак, ну, в меньшей степени кошек, они должны их зарегистрировать, пойти. Ну, и как вы думаете, все разбежались идти регистрировать? Ну, это, по-моему, единичные были случаи тех, кто зарегистрировал. И в чем особенная проблема ее, так сказать, силы, эта проблема в том, что те, кто и так ответственно относятся к животным, те не допустят и бесконтрольного размножения животных своих, даже если они у них не кастрированы, те не допустят самовыгулы и так далее, и так далее, случаев нападения других людей. То есть, в принципе, им этот закон и не нужен, они и так все нормально делают. А те, кто халатно относится к животным, они плевали на этот закон, никогда не пойдут никуда регистрировать, они и слышат о нем, не услышат, это там маргинальные какие-то слои населения и так далее. У них и так по-прежнему они будут бегать, собаки, где попало, и они сами будут и с кем относиться ненадлежащим образом. И это, конечно, очень глубоко у нас укоренено, это проблема в нашем обществе, и вот достучаться, популяризовать вот это нормальное, адекватное отношение. Это, конечно, наша задача, средств массовой информации, мы как можем этим занимаемся, но, честно говоря, тут еще болото. А в законе вашем это обязательная регистрация? Нет, не обязательно. Вот вам ответ на ваш вопрос. Здесь тоже надо, извините, да, я... Нет, конечно же, надо начинать с того, чтобы это была обязательная процедура, и готовится сейчас закон о ветеринарной безопасности, он готовится в Министерстве сельского хозяйства, мы надеемся, тоже он в процессе, он еще не готов. Что это за закон? Это закон как раз об учете регистрации. Там будут не только домашние животные, будут и продуктивные, и непродуктивные животные, но, тем не менее, домашние животные, владельческие там тоже будут, и уже там будет эта регистрация обязательна, и обязательность этой регистрации будет закреплена определенными санкциями. Вот я хотела сказать о штрафных санкциях. Тут надо все-таки очень осторожно, потому что если сделать большой штраф, просто наше население подкидывать будет с большим количеством... Нет, я не думаю, что там будет какой-то прям существенный большой штраф, потому что в нашей стране не предусмотрено все-таки налогов на домашних животных, и не планируется это вводить, ввиду того, что у нас экономическая ситуация немножко отличается. Да, не позволяясь. Но обязательность этой регистрации... Проще подкинуть, чем заплатить там те же 200, 100, я не знаю, 50-500 рублей. Да, но в следующий раз он просто не заведет. Хотя в развитых странах... Значит, в следующем году проблема как бы... В Германии там каждая третья, по-моему, семья владеет собакой, там каждая четвертая кошка. Там тысяча евро штрафов. И там есть налоги, но это не основное. При этом количество домашних животных там на душу населения в разы больше, чем в России. Это мы возвращаемся опять к чему? Культуры и отношения? Там нет, количество домашних животных в разы больше, чем в России. Ну как, они говорят, каждая третья, четвертая семья, говорит, с собакой. Собак может быть чуть-чуть больше. А вот по кошкам мы лидеры на душу населения. Я вот, я сам не был в Германии, но мы... Из-за того, что у нас такой кризис перепроизводства, это мы лидеры по количеству везде, на всех фронтах. К сожалению. И это как раз к сожалению. Потому что чем меньше наших людей владеет животными, тем лучше. Лидеры как-то громко сказаны. Антилидеры. В Германии еще очень непросто, и не только в Германии, но и в США очень непросто стать вообще владельцем животного. Там тебя пересмотрят, перекрутят с разных сторон, чтобы вообще понять, в Швеции самые строгие законы для владельцев животных в Швеции. То есть ты там даже не можешь оставить, вот ушел на работу, да, оставил собаку дома. Нет, ты такого не можешь сделать. Ты обязан, либо ты няню к своей собаке приставляешь, либо ты отдаешь специальный детский сад и платишь там, сколько там, 200, 300 евро в месяц. Получается так, что усыновить ребенка в нашей стране, это как и равносильно усыновить животное в Европе. Усыновить животное в Европе, да. И в принципе так и должно быть. Потому что чем жестче требования к владельцам животных, тем более ответственными они владельцами являются, да, и тем меньше проблем с этими животными в дальнейшем. Поэтому я за то, чтобы максимально усилить как раз ответственность именно владельцев животных. Именно это повлияет как раз на безнадзорных. Несмотря на то, что эта связь кажется людям неочевидной, она очевидна. Популяризация, менталитет. Мы еще в таком начале пути, потому что нас, например, требуют, чтобы мы выгуливали владельцев животных в отведенных местах. А мест таких отведенных нет. Поэтому требуют то, чего нет. И самое интересное, что мест нет, и в то же время с определенного штрафа есть. И все будут, скажем так, уже так или иначе попадать вообще под вот это вот нарушение. Да. Агрессия растет опять в своем населении. Вот понимаете, противоречие какое-то. Да, и также вот меня интересна тема вот этого «убери за своей собакой». Тема тоже такая сложная. Потому что дело в том, что вот эти биологические отходы, они имеют определенный класс опасности. Они обязаны утилизироваться по-другому. То есть мы сейчас вот в области обращения с отходами находимся в довольно в таком отсталом положении. То есть мы сначала, сначала мы должны ввести раздельный спор мусора для начала. И потом уже ввести еще отдельный вот оборот вот этого биологического мусора с отдельной утилизацией. Вот тогда мы можем говорить о том, чтобы владелец убирал за своим ПТП. А мы как-то немножко хотим перешагнуть. Ну, у нас пока... Нет, закон, по-моему, о биоутилизации принят. У нас пока что бы хотя бы на газонах не было. Да, с реализацией. Хотя бы начать с малого. Пакетик в мусорные баллы. Плюс еще и пропаганда этого. Коллеги, к сожалению, время нашего эфира истекло. Как видим, одной передачи мало, поэтому ждем вас еще в гости. Но мы обязательно будем следить и возвращаться к этой теме. Это была программа «Тема дня». Всего доброго. До свидания. Всего доброго.